МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом время информационных итогов дня. Сегодня важно узнать о таком. Поддержка Украины остается приоритетом Европейского Союза, заявил Жозе Боррель. До конца года ВСУ получат миллион артиллерийских снарядов и всю необходимую помощь. Итоги двухдневного визита главы евродипломатии в Киев. Приоритет сейчас за Украиной. Украина отразила очередную ракетную атаку РФ. Под удар попали Киев, Николаев, Харьковская и Львовская области. Есть жертвы и значительные разрушения. Разведка находит цели, артиллерия уничтожает их. Экипаж САО «Гвоздика» эффективно сдерживает попытки штурмов российских войск на солидарском направлении и ликвидирует технику захватчиков. Режим Путина затягивает удавку. В Кремле решили ограничить доступ россиян к информации и заблокировали VPN-сервисы. Фейсбук и Инстаграм в России теперь под запретом. Это вообще портал БАК. Добрый вечер. Далее об этом и других важных темах дня подробно. Жозеп Боррель четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Киев. Глава европейской дипломатии выступил перед украинскими парламентариями и встретился с первыми лицами государства. Во время выступления Верховной Ради Украины Боррель говорил о военной помощи Киеву. По словам европейского политика, с начала полномасштабной агрессии России мощности оборонно-промышленного комплекса стран Европы вырос на 40%, а значит ЕС до конца года сможет поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов. Сейчас мы предоставляем приоритет. Мы говорим нашим вооруженным силам. Вы можете подождать. Мы говорим клиентам. Вы можете подождать в других странах. Приоритет сейчас за Украиной. Мы вышли на важный показатель военной помощи. Это 8 миллиардов евро. И на этот год планируем более 20 миллиардов евро военной помощи в виде либо двустороннего сотрудничества, либо через Европейский Союз. Сейчас важно не останавливаться. Поэтому мы приветствуем решение начать подготовку переговорной рамки Еврокомиссии и провести официальный скрининг нашего законодательства на соответствие европейскому. Следующим шагом в этом направлении должно стать безотлагательное фактическое начало переговоров по членству Украины в ЕС. Мы сделаем все, чтобы мяч не задерживался на украинской стороне поля. Мы проводим необходимые изменения, меняем наши институты, имплементируем европейские нормы и практики и будем полностью соответствовать членству в ЕС максимально быстро. Во время визита в Киев Жозеп Боррель также говорил о механизмах передачи Украине прибыли от замороженных российских активов. Деньги уйдут на восстановление разрушенных городов. Напомню, ранее в Брюсселе достигли согласия в этом вопросе. Следующий шаг, по словам Борреля, определить, где именно находятся российские средства и передать их в бюджет ЕС. А уже оттуда финансы направят Украине. Также Жозеп Боррель встретился с Владимиром Зеленским. Президент Украины проинформировал главу дипломатии ЕС о ситуации на поле боя. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, в частности поставку миллиона артиллерийских боеприпасов Украине. Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку. Государственная специальная служба транспорта Украины получила от Европейского Союза систему разминирования с дистанционным управлением. Ее передали в рамках визита Жозепа Борреля в Киев. Эта система обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы, которые не разорвались. Машина способна разминировать до 4000 квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах. Благодаря дистанционному управлению она безопасна в эксплуатации. Также украинские операторы пройдут специальный курс обучения по работе системы. Украина отразила очередную массированную атаку России. В некоторых областях воздушная тревога длилась около 4 часов. Какие последствия обстрелов и во сколько обошелся Российской Федерации утренний террор украинцев, далее в нашем материале. Украина отразила очередную атаку РФ. Россия нанесла массированный ракетный удар. В небе было 44 ракеты разных типов, в том числе баллистические. Украинское ПВО уничтожило 33 крылатых ракеты, 3 калибра, 3 баллистических ракеты «Искандер» и 5 зенитных ракет «С-300». 29 из 44 целей удалось сбить. Также РФ запустило по Украине десятки шахедов, долетевших до центральных областей. В ВСУ говорят, что уничтожили 15 из 20 беспилотников. Армия РФ баллистикой ударила по Киеву. В результате возник пожар в многоквартирном жилом доме. 4 человека погибли, 40, в том числе беременная женщина, ранены. Также загорелись около 40 машин и СТО. В Киевской области падение обломков ракет было зафиксировано в 8 населенных пунктах. Повреждено 14 частных домов. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет. Из сообщения Киевской городской военной администрации. По меньшей мере пять ударов Россия нанесла по Харьковской области. В 6 часов утра Харьков начали обстреливать ракетами С-300. Позже полиция области заявила, что две из пяти ракет, выпущенных по Харькову, оказались северокорейскими. Хотя КНДР такие поставки отрицает. Дронами Камикадзе шахеда России обстреляла Николаев. Несколько человек получили ранения. Один из них умер в больнице. Имел тяжелые минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. Пострадали около 20 жилых домов. Также повреждения получили инфраструктурный объект. Возник масштабный пожар. Еще одна группа ракет пролетала по центру страны и направилась на запад. Часть достигла Львовской области. Сначала воздушные цели приблизились к границе с Польшей. Потом ракеты начали маневрировать. Взрывы раздались в Драгобыче Львовской области. Там зафиксировали попадание в промышленный объект. Недалеко от жилых домов в поле обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты. Польша активировала авиацию из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину. Оперативное командование осуществляло постоянный мониторинг ситуации. В польских спецслужбах после российского обстрела заявили, что нет никакой тенденции изменения в политике Москвы и способе ведения войны. Если кто-то думал, что будет какое-то смягчение курса, то ничего из этого не вышло. Продолжается война и здесь ничего не меняется. Запад должен сделать из этого выводы. Поддерживаем Украину, голосуем в США за пакеты поддержки. Томаш Симоник, министр-координатор спецслужб Польши. Тем временем украинские СМИ подсчитали, во сколько России обошлась утренняя массированная атака на Украину. Эта сумма свыше 420 миллионов долларов. В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для России, но и для Китая. Поэтому нужно четко осознавать последствия. Также ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты могут действовать решительно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать уже более серьезным последствиям. Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте с РФ, поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО. Сабрина Сингх, заместитель спикера Пентагона во время брифинга. Дальнейшая поддержка Украины должна оставаться среди приоритетов Европейского Союза, а присоединение Киева к Блоку сделает его еще сильнее. Такое заявление сделал президент Румынии Клаус Йоханнис. Он отметил, что в свете текущих геополитических событий расширение ЕС это инвестиция в длительный мир, стабильность и демократию. Мы должны быть рядом с Украиной и ее народом. Защита демократии, территориальной целостности и суверенитета, а также международного порядка не может быть предметом какой-либо усталости от солидарности. Клаус Йоханнис, президент Румынии, во время выступления на парламентских дебатах «Это Европа». Западным странам необходимо сделать больше, чтобы санкции в отношении России стали более эффективными. Об этом заявила министра иностранных дел Словении Таня Файон. Она отметила, что российское вторжение в Украину представляет угрозу для соседних государств и их экономик, и подчеркнула, что Европа не должна позволить Путину выиграть в этой войне. Посмотрите на санкции, введенные ЕС. Я думаю, нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Они не работают для того, чтобы мы видели, как страдает Путин. Вместо этого государствам ЕС нужно приложить большее усилие, чтобы заменить российские товары. Мы должны найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину. Мы хотим, чтобы справедливый и прочный мир в Украине наступил как можно скорее. От войны страдает в первую очередь гражданское население, экономика и инфраструктура страны. Таня Файон, министр иностранных дел Словении. 19-я встреча контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» состоится 14 февраля, сообщили в НАТО. А уже на следующий день министры обороны стран-членов Североатлантического альянса встретятся в Брюсселе. Мероприятие пройдет под представительством генерального секретаря блока ЕНСа Столтенберга. Дополнительную информацию о заседании контактной группы по обороне Украины опубликуют позже, добавили в НАТО. Киев и Стокгольм обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии боевых машин пехоты шведского производства CV-90. Как сообщили в пресс-службе Украинского министерства обороны, во время совещания представители стран обговорили финансирование проекта, а также сроки, условия и механизм закупки техники. Добавлю, что ключевой характеристикой CV-90 является сочетание высокой маневренности, мощного вооружения и повышенного уровня брони, что делает БМП эффективной на современном поле боя. О ситуации на фронте расскажем далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки российских войск вдоль всей линии фронта. За текущие сутки на передовой произошло 80 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе вооруженных сил Украины. Армия России атаковала ВСУ на Северском, Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях. Все попытки противника улучшить тактическое положение закончились провалом. Главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области. Здесь захватчики ведут интенсивное наступление с трех направлений. Силы обороны Украины за сутки отбили 25 атак противника и сдержали российскую армию от дальнейшего продвижения в пределах городской черты. Во-первых, очень долго в Российской Федерации. Активные штурмы идут с октября прошлого года. И по некоторым оценкам Российская Федерация именно здесь потеряла порядка 13 тысяч своих военнослужащих. Танков там называлось по-моему 250 или около 300 танков. Чуть больше бронемашин. То есть колоссальными потерями дается продвижение Российской Федерации. Взятие локаций стратегической преимущества этот город не дает. Также российские силы не прекращают попытки выбить ВСУ с плацдарма на левобережье Днепра. За сутки россияне пошли в атаку трижды. Успеха не имели. Украинский флаг продолжает развиваться в селе Крынки Херсонской области. Его 6 февраля установили военнослужащие ВСУ. Установка флага в Крынках была необходима нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом. Установка украинского флага в Крынках – это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Тем временем украинские партизаны во временно оккупированной Горловки Донецкой области нашли место размещения техники противника. Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе и танков в Горловке. Мы знаем место, где базируется данная техника. Координаты места передали силам обороны Украины. Ждем скорейшей реакции. Из сообщения украинских партизан АТЭШ в Телеграм. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 391 470 солдат. За прошедшие сутки ликвидировано 890 российских оккупантов. Вместе с живой силой украинские военные уничтожают и технику противника. ВСУ подбили 7 танков, 22 боевые бронемашины, 20 артиллерийских систем, 1 систему РСЗО. Силы ПВО сбили 4 беспилотника и 1 крылатую ракету. Кроме этого, украинские военные уничтожили 34 единицы автомобильной и специальной техники, а также цистерн с топливом. Количество российских атак на Бахмутском плацдарме возрастает. Также усиливаются штурмы, чтобы прорвать украинскую оборону. Подробнее о ситуации на Солидарском участке фронта и работе артиллерии ВСУ в материале Алены Грамовой. Снег, выпавший минувшей ночью, припорошил разбитую тяжелой техникой дорогу к позициям артиллеристов. Белое покрывало скрыло и черные воронки от попадания российских снарядов. Вот, смотри, да все уже едь, не выпустит, это приход. Преодолевать такое бездорожье бойцы вынуждены по нескольку раз в день. Нужно привезти боеприпасы и самим при этом не попасть под обстрел. Убегаешь всегда. Убегаешь всегда. Тогда просто не смотришь. Ямы, не ямы, боком она едет или задом будет ехать. А это от дронов или стреляла артиллерия? Артиллерия. На этом участке фронта тишины не бывает. Цели у ребят хватают. Работают военные с самоходной арт-установкой 2С1 «Гвоздика». Свою боевую машину называют «Ласточкой». Надежная, мощная, высокоточная. Если, например, сделать правильные расчеты, то она до 10 километров, можно сказать, как снайперское оружие. Точность, кучность разлета снарядов, попадание – она очень хорошая. Как и везде на этих позициях строго следят за безопасностью. Боевую машину заводят нечасто. Говорят, лишний шум от работы двигателя здесь ни к чему. Этой зимой погода в Донецкой области меняется фактически ежедневно. Еще вчера не было снега. За ночь выпали осадки. Такая погода не мешает все же российским дроном. Даже при ветреной погоде находиться в небе, фиксировать координаты наших боевых машин, наших позиций. Поэтому за маскировкой бойцы тщательно следят. Пехота, легкобронированная техника и минометные расчеты противника – частые цели украинских артиллеристов. К боевому заданию экипаж «Гвоздики» готовится не более минуты. Выстрел! Выстрел! Сегодня мы, возможно, не по одной цели стреляли много раз. Нет, мы работали по одной. И по координатам видно, что два последних снаряда были по одним координатам. Значит, было попадание. Не проходит и пяти минут после выполненного задания, как бойцы слышат звук летающего беспилотника. Все тут же спускаемся в укрытие. Это вы получили информацию? Нет, мы его услышали. Услышали? Да, его слышно. Для этого один человек и стоит всегда впереди. Ситуация на этом участке фронта, отмечают защитники, может меняться каждый час. Российские оккупанты то пересиживают в укрытиях, то идут на штурмы. Если есть передвижение, передислокация или техника идёт, мы работаем больше. Если сидят закрытые, спрятались, то не работаем. Ищем. Наша разведка находит цели, и тогда мы по ним работаем. Сейчас на дефицит боеприпасов артиллеристы не жалуются. Говорят, только с их наличием можно сдерживать все натиски противника. А на этом направлении войска Российской Федерации атакуют уже больше года. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвёртый раз посетил Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном российскими силами Энергодаре. Об этом он написал в социальной сети. Гросси уточнил, что оценил состояние текущих систем электропитания и охлаждения, квалификацию персонала и соблюдение других принципов МАГАТЭ по защите атомной станции. И к другим важным темам. Воздушная тревога звучала сегодня в российском Белгороде. Под обстрел попали два предприятия города. Ракета попала в котельную завода и цех металлоизделий, после чего начался пожар. Ещё два попадания в здание витаминного завода. В двух многоквартирных домах выбиты окна, около 15 автомобилей повреждены. Также местные жители жалуются на блэкаут. Город частично остался без света. Местные власти сообщили о техническом нарушении в электросети. Пассажиры рейса Челябин-Санкт-Петербург застряли в аэропорту. Вылет переносили пять раз и в общей сложности задержали более чем на восемь часов. В авиакомпании сначала заявили, что проблема в технической неисправности самолёта, но вскоре поменяли версию и сообщили пассажирам, что всему виной нелётная погода. А накануне другой российский самолёт зарылся в снег во время посадки. По данным СМИ, он выполнял рейс по маршруту Москва-Саранск. На борту, кроме членов экипажа, находились 87 пассажиров. Среди них был известный российский тренер по фигурному катанию. Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и застрял в снегу. После инцидента людей спустили по трапу из хвостовой части воздушного судна. Обошлось без пострадавших. В целом, в России стремительно растёт число авиапроисшествий. В 2023 году в стране произошло минимум 74 инцидента с пассажирскими самолётами. В два раза больше, чем в 2022. Поломки связаны с санкциями, которые запрещают иностранным компаниям обслуживать воздушные суда авиакомпании из России и поставлять запчасти для них. Подробности далее в сюжете. В феврале 2024 года с радара исчезает российский вертолёт Ми-8, принадлежащий МЧС России. Через несколько часов становится известно, что вертолёт упал на поверхность Онежского озера и ушёл под лёд. Чтобы добраться к месту события, спасатели использовали снегоходы. Экипаж, состоящий из троих человек, который был на борту Ми-8, погиб. Это не первый самолёт, который упал на территорию России за последний год. Американский The Wall Street Journal сообщает, что в 2023 году в РФ произошло минимум 74 инцидента с пассажирскими самолётами, в то время как в 2022-м в половину меньше – 36. Поломки связывают с санкциями, которые запрещают иностранным компаниям обслуживать самолёты авиакомпаний из России и поставлять запчасти для них. Практически весь парк самолётный российский был из «Боингов» и «Аэрбасов», которые, естественно, перестали. Все контракты на лейтинг были прекращены после масштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Надо понимать, что российского производства самолётов практически не существует. Единственный самолёт, который Россия производит – это «Сухой Суперджет», но это, по большому счёту, отверточная сборка. Сейчас пытаются восстановить старое производство, которое давно прекращено, потому что раньше, в советские времена, Советский Союз выпускал самолёты Тулу и Ил, но этого производства уже давно не существует. И понять, насколько вообще, говоря, его возможно восстановить сейчас непонятно. Россия полностью сосредоточилась на своей войне против Украины. При этом забросила самолётостроение, как в общем и другие способы развития в науке и технике. Починить самолёт в России легально и качественно практически невозможно. Отчасти это серые схемы поставки деталей, отчасти это разборка более плохих самолётов и такой, собственно, каннибализм, когда одни самолёты разбирают до того, чтобы починить другие. Помогают падать самолётам и российские спецслужбы. В последние дни говорили много о сбоях систем GPS в некоторых регионах России и прилежащих пограничных регионах. Такие сбои наблюдались и в Польше, и над Балтийским морем, и в Финляндии. Западные санкции повлияли не только на авиастроительство, а и на способность РФ обучать новых пилотов и проводить необходимые курсы повышения квалификации. Войной против Украины Кремль перечеркнул десятилетия работы российских авиакомпаний. Платформа YouTube заблокировала более 40 региональных российских телеканалов, сообщают РосСМИ. Забанены, в частности, местные телеканалы Ростова-на-Дону, Мурманска, Пскова, Вологда, Иваново и других городов. При попытке перейти на канал появляется сообщение, что страница недоступна. Напомню, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, YouTube заблокировал аккаунты многих российских ТВ и ведомств, распространявших пропаганду и фейки. В частности, недоступными стали страницы каналов «Россия-24», «Раша-тудэй», «Первый канал» и «Риа-новости». Запрет на VPN в России с 1 марта станут недоступны сервисы для обхода блокировок. Показательно, что ограничения начнут действовать в аккурат перед так называемыми выборами президента. Возможно ли полностью отрезать россиян от VPN и какие шаги кремлевская власть может предпринять в дальнейшем? Узнаете далее. По источникам интернета с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдива ли эта информация? Да. О конкретных сроках блокировки VPN-сервиса в России сообщила на встрече со школьниками Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, аргументировав ограничение тем, что, цитата, «VPN – это портал в ад». Это вообще портал в ад, потому что ваши данные выкачиваются с устройства бесконечно. Ранее российский сенатор Артем Шейкин призвал заблокировать сервисы, обеспечивающие доступ к таким соцсетям, как Facebook и Instagram. С учетом такого большого потока информации, который сыпется на нас, на наше население, на нашу страну из-за рубежа, негативной и в большей степени неправдивой, фейковой, так называемой, я считаю, что мы обязаны оградить из себя, но в большей степени наше будущее поколение наших детей. Эти соцсети попали под запрет в России еще в 2022 году. VPN не собирает данные. Это технология, позволяющая телефону или компьютеру получать удаленный доступ к ресурсам через зашифрованный виртуальный тоннель. Не желая подчиняться запретам, россияне рекордное число раз скачали VPN-приложение после начала путинского вторжения в Украину. Что мы здесь видим? Что поиски VPN значительно подскочили в марте. До войны мы оценивали где-то там в 10-15 процентов россиян, ну вообще там знали вот это слово VPN, знали там про обход блокировок и как-то могли этим пользоваться. То после войны эта цифра выросла там до 20-25 процентов. Сейчас мы оцениваем, что это где-то 30-35, наверное, процентов. Сколько число? Ну, на самом деле довольно легко посчитать. Представьте себе, да, что 100 миллионов пользователей в России всего плюс-минус там 101-105. Раньше было, грубо говоря, до войны 10-15 миллионов пользователей VPN-а. Сейчас я оцениваю где-то в 30 миллионов. В июле прошлого года диктатор Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать ресурсы, рассказывающие о способах и методах обхода блокировок. Ограничение доступа к подобной информации начнется с 1 марта. Приказ будет действителен до 2029 года. Массовые блокировки начались прямо с начала года. Они проводились в нескольких регионах и, по всей видимости, в формате эксперимента. Летом в ряде регионов отключение VPN повторилось. А вместе с этим традиционно заблокировали зарубежные IP-адреса VPN-серверов. Блокировка VPN – первый шаг к созданию суверенного интернета, твердят в России уже который год. Если блокировки будут успешны, если большая часть пользователей не сможет разобраться, как их обходить, вот тогда-то, мне кажется, власти окончательно заблокируют и YouTube, и все крупные сервисы, предоставляющие услуги VPN. Не, ну то есть как окончательно? Вот я говорю окончательно. Конечно, будут способы этому противостоять. Но ими будут обладать только самые продвинутые пользователи. Вместе с тем прогнозы для кремлевских властей, пытающихся перед так называемыми выборами ограничить доступы россиян к правде, неутешительны, поскольку блокировать VPN-сервисы технически невозможно. А вот над вопросом отключения интернета в России уже работают. Несколько недель назад отрезанными от всемирной паутины оказались жители Якутии во время масштабных акций протестов. Ни один российский и белорусский спортсмен не должен быть допущен к Олимпиаде в Париже, даже под нейтральным флагом. С таким призывом к новоизбранному президенту парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась украинская делегация в ПАСЭ и олимпийские чемпионы из Украины. Напомню, ранее 46 европейских стран призвали Международный олимпийский комитет запретить участие спортсменов из России и Беларуси на олимпийских и паралимпийских играх во Франции. Однако в декабре прошлого года МОК решил продлить допуск к соревнованиям под нейтральным флагом для российских и белорусских атлетов. В свою очередь, мэр Парижа Анна Дальга выступила против выступления россиян на Олимпиаде. По ее словам, пока РФ ведет войну против Украины, российские спортсмены не должны свободно шагать по Парижу. Я уверена, у нас еще есть время и способность давить дальше. А 46 стран – это не просто позиция одного министерства культуры и спорта или публичного лица. Это серьезная поддержка. Можем ли мы одной резолюции запретить участие спортсменов? Нет. Но мы видим, что результат есть, и давление мы продолжаем. Все украинские спортсмены просят о том, чтобы российские и белорусские спортсмены не смогли выступать, потому что Россия – страна-агрессор, потому что они поддерживают войну. Не только поддерживают, но и помогают. Чтобы всегда быть в курсе главных событий, рекомендую подписаться на телеграм-канал «Фридом». Там всегда в доступе актуальные новости, экспертные комментарии. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и добавляйте страницу в избранное. Далее говорить о важном продолжат Юрий Кулинич и Лейла Мамедова. На эфир продолжат информационный марафон. Оставайтесь с «Фридом» и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова